Вопрос, Вячеслав, вы меня забавляете, вы говорите, что у Путина маленькая поддержка у народа, но при этом реальность доказывает обратное, где выступление против него. Все ждут Мальцева в семнадцатом году. Все выступления, в общем-то, они произойдут вовремя. Если вы посмотрите, как обстояло дело с карпатским гением Николаю Чевушеску, там тоже выступление. Но в Тимишуаре одни только эти бастовали шахтеры немножко, а так стотысячная толпа в поддержку карпатского гения и так далее, а через три дня у стенки его и расстреляли. Так что, ребят, все это несколько по-другому работает. Если вы думаете, что это будет работать вот так, надо выходить, большое количество людей отвороженных приходят спить в пикеты, с бумажками, мы против Путина. Ничего этого не будет, ребят, все будет по-другому совсем. И даже если вспомнить про этих людей, давайте вспомним двенадцатый-тринадцатый год, когда были все эти ста тысячные и даже больше марши. И вот мне интересна логика таких людей. То есть в двенадцатом-тринадцатом году выходит там, ну пускай даже сто тысяч, хотя на деле мы знаем, что там намного больше было людей. Выходят эти люди, их там разгоняют дубинками, угощают шампанским, половину там сажают, половину штрафуют. Они потом возвращаются домой и что, они влюбляются в Путина или что с ними происходит? Ну да, они, может быть, больше не пойдут там с плакатом куда-то стоять, но естественно у них никакого народного доверия к Путину не появилось, это абсолютно очевидно. И никаких, в общем-то, предпосылок для этого нет. Поэтому все эти люди, они также остались и они растут, количество этих людей, в геометрической прогрессии. Вячеслав Шустер Лайф смотрите. Да нет, времени нет никого смотреть. Я не смотрю. Я, Эдик, меня всегда ругал очень сильно, что я не читаю этих аналитиков, я читаю чистые новости, никогда не читаю, кто что про это думает. Ну, вначале я говорил, что у меня нет времени. Потом я объяснил все, что Чукча не читатель, Чукча писатель, что мне это вредит. Я не люблю все это дело. Я когда что-то смотрю, у меня куда-то мысли не туда начинают идти. Зачем мне это нужно? Я получаю информацию, я ее перевариваю. Я также и раньше привык, я еще в институте, когда учился, я никогда какие-то комментарии не читал. Я всегда читал первоисточники. Мне вообще не важно было, что там какой-то Пупкин думает о работе Ленина, о государстве. И мне достаточно о государстве Ленина прочитать, и все, вот что я думаю. Или там какой-то Залубкин что думает про на дне Горького. Я прочитаю лучше на дне, или сыграю в школьном театре Луку, и все нормально. И классно получается. Поэтому вот так. Очень много людей, это не совсем вопрос, но тем не менее, очень много людей сегодня в течение всего эфира предлагают сделать следующее. У нас либо на стене, либо, ну вот как мне пришла в голову идея, в электронном виде сделать таймер с обратным отсчетом. Ну, либо часовым, либо минутным до, собственно, часа икс. Ну, я думаю, что мы это обсудим. Нам вот говорят в изнародной демократии, люди просят. Но мы, наверное, как-то обсудим. На стене, ну, я не знаю, насколько это... Да, можно поставить куда-то, да. Воплотимо. Ну, можно вот просто на экране запустить цифровой отчет в минутах там или в часах. Мы приняли, услышали вас. Спасибо. Мальцевый счастливый человек. Ну, относительно, я не могу сказать словами своего любимого Солона, да, что никого нельзя назвать абсолютно счастливым до погребения. Пока счастливый. Ну, кто знает, что будет дальше, да. Как... Я же не хочу лохнуться, как Крэс, да, лохнулся, когда сказал Солону, что он абсолютно счастливый. Не я ли самый счастливый из людей на земле? Ну, не могу я такого сказать. Расскажите, пожалуйста, о ситуации между талибами и Средней Азией. Ну, я ничего нового-то не могу сказать. То, что мы прогнозировали еще прошлой осенью, что снег сойдет на перевалах и все начнется. Ну, май месяц, снег на перевалах. Может, не на всех-то сошел, но на тех, кто не сошел, на которых он и летом не сходит, да. А так, более-менее, стало, возможно, резвиться все. Люди начали резвиться по горам там. В общем-то, перемещаться возможно. И сейчас напряжение будет расти. К июлю, я думаю, все примет страшные совершенно формы. Потому что, ну, там предпосылки к этому есть очень серьезные. Мальцы, вы танцевали лесгинку? Ну, смотря, о чем идет речь. Когда-то в детстве наверняка кто в детстве не танцевал лесгин? В школе там, в школе, у нас совсем другое было в школе отношения. Да, вот я учился в классе и в одном, и в втором, и в третьем. В начале у меня странная такая учеба. Я в начале в 66 начальной школе учился. Фактически церковно-приходская. Первый, второй, третий класс. В 28 школе это четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. А потом в восьмой школе она уже средняя. Там я девятый, десятый. Так вот, ни в одном из этих классов у меня, кроме русских и татар, ну, евреев еще больше никого не было. То есть, в кавказстве я ни одного не видел. Поэтому как-то у меня, если сейчас какие-то у кого-то ассоциации, ну, наверное, какой-то там этот, тандарандарандан, тандарандарандан. Деньги давай, деньги. Ну, фильмов насмотришься, конечно, танцевал. А так что-то больше и не удалось. Мы уже говорили про телемосты и дебаты. Очень много людей пишут с разными предложениями. Давайте, наверное, еще раз скажем об этом, что если у вас есть какие-то конкретные выходы на людей, которые хотят с нами пообщаться, то вы об этом пишите, и мы предложения рассмотрим. Мы, конечно, за пообщаться с кем угодно, даже, наверное, с этим израильтянином, который в суд на Богу подал, на вопрос в том, что... Да, с удовольствием вообще. Вопрос в том, как вы это представляете себе. То есть, мы напишем человеку, ну, поговорите с нами, ну, пожалуйста, на нас очень просят. Но это, конечно, смешно очень. Поэтому, если у кого-то есть конкретный контакт, то есть, напишите нам на электронную почту, что вот этот человек хочет с вами пообщаться. Мы посмотрим, что это за человек, какая у него аудитория, чем он занимается. И мы, в общем-то, наверное, с удовольствием пообщаемся. А вот правильный вопрос. Человек задает правильный вопрос, и вообще нам помог. Вопрос. Мальцев, голосование в Парнас будет в субботу и в воскресенье. 90% вашей аудитории будет валяться в пьяном угаре. Кто за вас голосовать будет? Очень хороший вопрос, да? На эту тему надо подумать. Поэтому мы просим регистрироваться на сайте Волна Перемен и, в общем-то, ответственно подойти к тому, что, да, в пьяном угаре можно поваляться, ну, там, в субботу или там в воскресенье, а как-то не оба эти дня. Потому что голосование 28-го, 29-го до скольки, там как-то оно ограничено. До полуночи, 29-го до полуночи. До полуночи, ну, значит, целый день, да? Ну, и все-таки, я надеюсь, что не 90% нашей аудитории валяются в пьяном угаре. Я тоже, но я образно... А, пьяный выпуск. Да, пьяный выпуск. Да, кстати, хорошая мысль. Надо сделать выпуски в эти дни. А, с подготовки. А давайте прямая демократия. Господа, хотите ли вы нас смотреть 28-го и 29-го мая в дни голосования? Может быть, даже какой-то вообще формат другой сделать? Не новостной, а что-то другое. Напишите, в чате, как вы относитесь, готовы ли были на выходных нас посмотреть? Да! На виланчеле! Я тут играть на виланчеле! Такой, бэм-бэм-бэм-бэм. А я научусь за это время убийство комара играть на виланчеле. И-м, бам! Люди пишут, я и бухой все помню. Ну, слава богу. Я помню такой момент был во время голосования, как в 97-м году, приходит с выносной урной, приходит, говорит, вот там проголосовать туда-сюда. И чуиха какая-то там, она говорит, я вот буду там за такого вот кандидата голосовать. А хозяин квартиры, пьяный в дым, кричит, а я буду голосовать за Мальцева! я у него работал, это там туда-сюда, ну, в общем, рассказывает, какой я замечательный, и все, и заставляет тещу, чтобы там, тестья, и жена, и все, все должны голосовать, все их заставил. И там люди стоят, смотрят, ну, они голосуют, все ставят за Мальцева. А сам он промахнулся и поставил за другого кандидата, потом стал отнимать у них бюллетень, потому что, ну, он за своего любимого Мальцева. Ну, и, короче, кончилось это тем, что там просто люди все убежали, там там же какие-то бабушки с избирательной комиссией были, они просто обалдели, там бросили эти бюллетени, в общем, никто не проголосовал в результате. Бывает. Все хотят. Да, все поддерживают идею с эфиром 28 и 29. Да, с удовольствием. Ну, и нужно подумать, может быть, действительно какую-то не новостную, а вот такую, может быть, прям вот ответы на вопросы. Мы обсудим, я думаю, подумаем. Отлично. Так. Ну, что, все тогда, у нас время тут. До новой исторической эпохи у нас 546 дней и один час осталось. Просим вас, подписывайтесь на сайт Волна Переменно, регистрируйтесь там на этом сайте, чтобы вы могли на праймере проголосовать за меня. И, значит, ну, подписывайтесь на наш канал и, самое главное, еще и на запасной канал. Сколько у нас на нашем канале там просмотров, ой, просмотров этих подписчиков? Сейчас? Да. подписчиков. Больше 8000. Каких подписчиков? На основном канале? На основном сейчас? 80. 86,5 тысяч. Вот она у нас 100 тысяч, чтобы вы говорили, чтобы у нас были особые условия с Ютубом, чтобы нам можно было кому-то в Ютуб позвонить. даже элементарно сегодня у нас ситуация не включается. Не включается поток, все, потока нет, мы отрублены. Почему? Мы не знаем, и мы никому даже ни с кем связаться не можем, потому что пишите письма нам. Говорят, неохота писем писать. У нас менялись реквизиты, будьте внимательны, все в описании. Да, и ссылки на волну перемен, на наш запасной канал, все ссылки есть, даже есть видеоинструкция, как проголосовать. Все в описании под видео, смотрите, голосуйте, регистрируйтесь, подписывайтесь. До свидания, спасибо вам. Спасибо, до свидания.